Витязь Юркони, с нами на связи, политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Витязь, здравствуйте, рад вам в эфире Freedom, как всегда. Добрый вечер. Витязь, согласны ли вы, что Россия, в случае, как я понимаю, достаточно количества сил военных, в первую очередь, от гибридной войны, сможет перейти, наверное, к традиционной войне, непосредственно на поле боя? Что должно подтолкнуть Россию, поменять способы влияния, попыток влияния на страны и регионы, Финляндию в том числе, Латвию, Литву и Эстонию? Ну, я думаю, что на нынешний момент у них недостаточно сил для этого, но, в принципе, большинство деятелей внешних отношений, они понимают, что к этому сценарию Россия готовится. В данный момент они, наверняка, более склонны делать вот типа такого вида провокации, гибридные атаки. Мы знаем, что не только инструментализация потоков мигрантов, но и кибератаки, и разного вида провокации. Помним, дежурство вагнерцев, плюс не забудем, что на территории Беларуси привели атомное оружие. То есть, в принципе, это не какая-то новость. Россия всегда старается показать, что у них есть какие-то инструменты давления. Беларусь в этом, как Санчо Панчо не отстает, как оруженосец. Но если говорим про инструментализированную миграцию, мы помним, что в 21-м году как раз велась атака на Польшу, на Литву наиболее. И они с этим справились. Я уверен, что и Финляндия с этим справится, и Латвия тоже. Плюс у нас есть опыт, и насколько я осведомлен, как бы латыши с литовцами, с поляками, в принципе, со всем регионом сотрудничают. Но если Россия хочет нас всех сплотить, то им это хорошо отдается. Витя, что важно, какая цель, если мы говорим о нынешней гибридной атаке против стран и региона, какая цель Москвы? Если мы, к примеру, проводим параллели такие себе с непосредственно военными действиями, ну, в первую очередь, это захват территории одной или другой страны, где оккупация, либо же оккупация, как в случае с Россией, оккупация украинских территорий. Гибридная война, в особенности с миграционной проблемой, если говорить, с миграционной точкой зрения, делается с какой целью, в том числе влияние на стран и регионы? Я думаю, что тут есть несколько задач. Одна задача, конечно, тестировать, смотреть, как реагирует, смотреть, где оборона более слабая и так далее, то есть как на это все реагирует, и готовить разные сценарии, исходя из этого. Это раз. Второе, это как бы ставить демократические страны в такую дилеммную ситуацию. С одной стороны, как бы есть права человека и так далее, как бы если люди подаются на убежище, надо рассматривать, надо действовать по правилам правовых норм международного права и так далее. С другой стороны, как бы есть вопросы национальной безопасности. И тут поток мигрантов, он искусственный и так далее. И вот как раз Литва и Польша эти вопросы поднимают, что на это надо как-то на уровне всей Европы, всей европейской политики как-то обращать внимание, потому что, в принципе, да, никуда мы из ценностной повестки как бы не исчезаем, права человека надо соблюдать. Но если мы видим, как вот просто ставить мигрантов на такое положение, наверняка надо говорить и стран происхождения. И Литва это делала с Ираком и как бы обсуждала, может быть, можно вернуть этих заблужденных людей и так далее. То есть тут надо к этому как бы готовиться и не поддаваться на такой whataboutизм, как вот почему строятся заборы, где вот эта вся открытость и так далее. Строятся заборы, потому что война, потому что агрессивные соседи, которые, в принципе, используют не только своих граждан, но и граждан других стран. И, в принципе, это тоже должно обсуждаться и на платформах не только Евросоюза, но и ООН, потому что это касается и стран, и континентов Африки, Азии, далеко не только наши регионы. Ну, тут еще важный вопрос, каким образом государство, которое проводит гибридную политику, военную политику в отношении ряда государств, в целом может находиться в составе Совета безопасности ООН и в целом в Организации Объединенных Наций, но это, как говорится, вопрос о другой теме, вопрос риторический. Помните, Витис, в апреле этого года журналисты ряда изданий, я процитирую, какие именно, буквально коротко, ЛРТ, Делфи-Эстония, Экспрессен, Центр и Досье, Киев Индепендент, НДР, Фронтстори, Пиелт, польское издание, Зидуичи Цойтунг, Виэсквар и еще ряд СМИ, в том числе Рибалтика, получили бумаги, которые говорят о том, что российские представители Кремля, власти, явно готовились несколько лет назад к процессу оккупации региона. Стратегии влияния, в том числе в государство Балтии, несколько этапов тогда были в этих документах, это 2022 год, 2025 год и 2030 год. Как я понимаю, этот процесс готовился еще до начала полномасштабной агрессии против Украины, возможно, исходили из позиции того, что вдруг мы Украину победим, вот у нас будет процесс влияния. К чему я вспомнил эти документы? Там есть один важный факт, и, как мне кажется, он довольно серьезно к нему, я уверен, относится довольно серьезно к странам, о странах, о которых мы сейчас говорим. В том числе российские агенты должны были создавать пророссийские организации и создавать влияние через них. В том числе должны были проводиться определенные политические взаимодействия, скажем так. Каким образом государства Балтии защищают свою политическую атмосферу в государстве? Мне почему-то вспоминается, как в Латвии, в таком городе, как Даугавпилс, ну, скажем так, неплохо относятся к России, вот в таком плане, даже после 24 февраля 2022 года. Ну, да. Как бы мы понимаем, что Россия, Кремль ищет своих агентов влияния и через коррумпированных бизнесменов, и через, к сожалению, этнические меньшинства, также Литва в этом плане чуть-чуть в лучшей ситуации, потому что русскоязычного меньшинства куда меньше по сравнению с Латвией и Эстонией, да. И как бы это вот, ну, с исключением пару городков, где там, ну, есть русскоязычное, русскоязычное, доминирует русскоязычное меньшинство, ну, то есть это Висагинас, есть Клапида, как бы, но по большому счету даже и они неплохо интегрированы. Ну, тогда Россия играла на карте, ну, разделяя власть, как-то старалась работать и через польское меньшинство, поднимая такие чувствительные какие-то вопросы и так далее. То есть понятно, что такое направление есть, но я думаю, что с 2014 года, то есть если сравниваем с 2014 годом, где-то были те, которые что-то думают про русский мир и так далее, после 22 года, то есть после полномасштабного вторжения, даже и те, которые, может быть, чуток сочувствовали, может быть, говорили, что не все так однозначно, то есть вы же видите это и в Украине так же, что есть часть населения, которая, ну, так они нас убивают. Ну, о чем тут речь? Какая там любовь? Где тут не все так однозначно? То есть, несмотря на это, есть, конечно, люди, которые как-то или по убеждению, или из-за денег готовы как бы сотрудничать. Мы знаем, что тоже наши как бы ведомства над этим работают. В принципе, населению балтийских стран, ну, как бы надо работать с медиаграмотностью, с критическими мышлениями и так далее. И это уже делалось с 2014-2015 года, потому что очень было понятно направление работы Кремля с этим вопросом русского мира. Но, как бы, мне кажется, особенно в Литве с этим совсем неплохо справились. И даже если были какие-то вопросы, где можно было играть эту карту, разделяя власть с польским меньшинством, ну, как бы сейчас никто из Польши там с любовью в сторону России не смотрит. В чем разница для наших зрителей, напомню, между демократиями, автократиями, тиранией, наверное, в тем, что в демократичных государствах абсолютно все процессы, они должны проходить довольно прозрачно. И если у граждан-политиков есть вопросы к этим процессам, то, в принципе, эти вопросы всегда рассматриваются. Поэтому очень часто принятие законов, законопроектов, каких-то важных решений в демократичных государствах идет месяцами, годами, неделями, ну, в зависимости от сложности вопроса, естественно, и важности этого вопроса. В диктатурах абсолютно другая история. Там, если царь решил, так оно и будет буквально через 15 минут. Я сейчас говорю о процессах, которые демократичны, но вызывают, к примеру, непонимание, наверное, участия российских оппозиционеров. Как вы правильно говорите, много есть либо бывших граждан, либо людей, которых можно назвать насменьшинствами на территории той же Литвы, той же Латвии, которых можно назвать русскими, условно. Напомню, что в Латвии было разрешение на постоянное жительство для россиян, еще конкретно россиян, до 1 сентября 2023 года. Но был вопрос о языке, о знании государственного языка. Насколько, по вашему мнению, вот такие методы, не знаю, наверное, неправильно это будет говорить, возможно, искоренение пятой колонны, они сейчас имеют правильный эффект на жизнь государства, на жизнь Литвы, на жизнь Латвии, на жизнь других стран, которые пытаются ограничиваться хотя бы от этой гибридной атаки, возможной гибридной атаки. Ну, я думаю, что на это, первым делом, работают социоэкономические вопросы, и люди, которые хотят быть, ну, как бы, конкурентоспособные в трудовом рынке, они учат латышский, литовский, эстонский язык и так далее. Даже новые те мигранты, которые бегут от войны, которые бегут от репрессий и так далее, они понимают, что, в принципе, русского языка только не хватает. Если у тебя есть русский и английский, уже совсем другое. То есть я вижу много, как бы, вот этих, из новой волны российской, как бы, эмиграции, которые учат литовский язык, с уважением относятся к этому. И я думаю, что это тоже неплохой пример, показывая, что, ну, хочешь интегрироваться, хочешь жить в этом обществе, то есть никаких вопросов насчет языка нету. Как бы, и, то есть, ну, что сделали страны Балтии? Вот, например, там, закрывали тех, которые, каналы российской пропаганды, которые вещали, как бы, на российском языке. И тут вопрос даже не языка, это содержание, потому что там была пропаганда и так далее. Нашли способы юридические, да, через демократические процедуры, как бы, было очень четко сказано. Это язык вражды, все баним. Это пропаганда, баним. И я думаю, что это, как бы, дало хороший импульс, потому что, ну, согласитесь, все-таки России очень много этого промывания мозгов. И, ну, очистить это поле, как бы, было неплохо. Как бы, есть, конечно, интернет для тех, которые очень хотят смотреть кремлевский телек. Но все-таки в Литве, если Кремль и имеет где-то какую-то сферу влияния, они будут работать над социальными вопросами, какими-то чувствительными. Потому что, ну, в каждой стране есть какие-то проблемы, вызовы и так далее. И вот у нас приближаются выборы. И я уверен, что кремлевская пропаганда и Кремль будут стараться искать точек влияния, розни и так далее. Но мне кажется, что, как бы, мы к этому готовы. Все-таки живем в таком сложном соседстве уже не одно десятилетие. Еще один аспект военный. Витязь, в конце нашего разговора, немного информации для наших зрителей. Литовским военным запретили поездки в страны, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. Прежде всего, речь идет про Россию и Беларусь. Что, естественно, за такую законодательную инициативу Сейм проголосовал единогласно, даже без воздержавшихся, об этом говорят местные СМИ. В начале декабря в Министерстве на странных дел Литвы сообщили, что уже подготовили предварительный список недружественных стран. В него, кроме России и Беларуси, вошли Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия. Эту поправку в закон утвердили по той логике, что военные имеют разрешение на работу секретной, либо же сверхсекретной информации, которая может оказаться не в тех руках. После того, как президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре этого года говорил о планах Российской Федерации на другие государства, говорил о планах вторгнуться на Балтию. Многие военные эксперты, как по мне, начали совершать кромешнейшую ошибку по аналогии с Украиной, но все же начали сравнивать военные возможности, военные бюджеты стран Балтии в целом и Российской Федерации. Наверное, забывая в некотором плане, что страны Балтии входят в такой небольшой союз, мягко говоря, как Североатлантический Альянс, да, очень мягко говоря. Ведь и в случае возможных не гибридных уже, а прямых военных угроз, прямых военных атак в сторону любой из стран Финляндии, Эстонии, Литва, Латвии, стран-регионов. Каким образом, как будет реагировать на это НАТО? Ну, никто не отменял пятого артикула, да, то есть, и, в принципе, Альянс НАТО только усиливается, имея в виду и вступление Финляндии, то есть, у нас, в принципе, Балтийское море стало озером НАТО, да, и только подумайте, как в этом, у Балтийского моря сейчас выглядит Калининградская вся область и так далее. Мы видим и на, как бы, одностороннем уровне, то есть, вот там, Польша создала очень мощный, как бы, военный кулак, и страны Балтии тоже, как бы, увеличивают, как бы, свои расходы на оборону, и, как бы, все понимают, что эти домашние задания надо было делать раньше, но в ускоренном порядке это делается, но, в принципе, у нас, как бы, уже есть договоренности о, и уже есть присутствие, как бы, немецких военов, и будет в ближайшем времени, как бы, и целая бригада, так что, так что, уж не говоря про то, что уже воздушная полиция НАТО уже раньше была, так что военный кулак готовится, и если даже будут какие-то мысли, мало не покажется. А в целом, то есть, серьезно относимся к этой ситуации, все понимают, что первым делом сейчас надо помочь Украине всеми возможностями, но параллельно готовиться и к худшему сценарию, и показать, что мы к этому худшему сценарию и морально, и физически готовы. Учитывая, еще раз акцентирую на этом внимание, как именно Альянс в последние месяцы больше года усиливает те фланги, которые граничат с Российской Федерацией, показывая тем, что, да, Альянс это оборонный союз, но он готов обороняться и показывать в случае необходимости зубы. Витязь, спасибо вам огромное, рады вам всегда в эфире телеканала Freedom. Витязь Юрконис, напомню, был с нами на связи, политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.